Сегодня поедем на остров Рача, по-моему, насколько я помню. Я сегодня с таким трудом проснулся, капец просто. Еле голову от подушки оторвал. Где они? Половину встречи, а сейчас уже 25 минут, кстати, можно уже ехать. Мы сегодня с фотографом. Фотограф у нас ездит вот на таком вот небольшом, таком вот скутере, можно сказать. И по чем ты его снимаешь? Томой. Это твой? Да. Хорошо, по чем ты его взял? 200 тысяч бат. Красавчик, что? Так, ну что, ты на этом поедешь? Да. А куда мы едем? За нами. Я еще сам не знаю, куда-то вот во дворы, туда, в челон. Что? Это вот лайтхаус. Тебе там не жарко? Женя у нас жарится на солнышке, пока мы думаем, куда ехать. Мы думаем или вспоминаем? Телефон занят. Нам сюда пообещали прислать гонца за нами. Там ты уже видишь конечный результат, а когда ты видишь картинку, которую вот только-только с камеры, там пиздец, и очень тяжело потом стабилизировать. Вот я про эту стабилизацию говорю, потому что я, например, беру куски, которые более-менее еще ровненькие. Ну и хорошо, а что нам много надо? А я же тебе опять же возвращаемся. Я тебе говорю, я не хочу приукрашивать. Я тебе могу сейчас вот Лешу попросить, и он тебе, блядь, миллион кадров, прям вот нарезок. Ну вот завтра, и ты просто вот, у тебя гора будет этого видео, блядь, срачея. Мне это как раз надо, вот, ну, вот, чтобы мы увидели, точнее, чтобы туристы посмотрели и увидели, ну, то, что они увидят там. Это понятно, да. Но они это увидят, плавную картинку, они вот это вот, понимаешь, непонятно что. Почему они так же это и увидят, если будут подмеривать, они так же будут. А где Женя? Куда он делся? А, вон, извини, я тебя не заметил. Я тебе телефон хочу вернуть. А еще есть? Есть мой Galaxy 4s, но как-то... А что за аппарат у тебя, Женька? Это какой-то безымянный. А, Сузуки Хайебусу. Я просто снялся, Шинтики. Хайебусу. Пусть Хайебусу. Хайебусу. Можете взять фотографа на экскурсию, он будет вас сопровождать, привезет некрасивые снимки. Так все будет. Фотограф не просто так, фотограф с татуировками. О, какие там, да. Много чего есть. Еще там даже есть тоже. Но это уже на экскурсии. О, голые в городе. По правилам надо отеть жилет. И в лодке находиться только в жилете. Почему-то. Пока не отборим от берега, чтобы рейнджера не увидим. Да, чтобы рейнджеры не штрафовали. А ты решил прямо вот так совсем, чтобы... Самый ответственный. Да, самый ответственный. Отличник. На первой парте сидит явно. Надо найти место, где в тенек какой-нибудь стать. Так а куда мы идем? Там ничего нет. Задим. Зачем? 45 минут у нас свободно. Он где-то лежбище покажет? Нет, он не покажет, он просто так идет. Вон, пошли вон туда, вон, там лежбище. А что там дальше? Там ничего нету, вон. Там пустота. Укрыться негде. Там был лучше днем. Где? Ко мне? Ну, пошли туда, ладно. Блин, что у меня так руки дрожат? Ты прямо сейчас будешь запускаться или как? Ну, да. Ну, а что, как дела? Две минуты, полет нормальный. Помимо того, что там маленький ресторанчик, в котором есть зонтики, чтобы не париться под солнышком, вот в тех замечательных кустах очень большие вараны. Полтора метра, два штуки ползают, просят пожрать. И к тому же не убегают. Почему-то видео я заснял. Так, пошли сходим. Или ты сейчас хочешь шостыть? Пошли мне вообще. Я хожу и снимаю. Пошли. Женя нашел пару местных туристов. И сейчас мы попробуем их сфотографировать для красивой фотографии. Три варана, короче. Вань, слышишь, там огромные три варана. Так клево. Вот смотри, идешь вот по этой штуке. И вот буквально, как только поворот начнется уже в тени. С правой стороны там такая будет оградка бамбуковая, которая поломалась. Вот за ней прямо сидят три варана. А они большие вот такие вот. Клево. А сколько еще времени? Так, сегодня так понятно. У нас времени 10 минут, и нам надо ехать снорклиться. Я не знаю. А где флешка? У меня. Надо? А дай, пожалуйста. Надо лодку нашу ждать или искать? Где она? Ааа, как горячо. Что делать? Что делать? Мой друг, можете здесь тоже? Мой друг, спасибо, спасибо. Сюда остановись, здесь хорошо. Все, ждем нашу лодку. Сейчас должна подплыть. О, капун кап, капун кап. Какой хороший молодой человек. Когда вот так вот поливаешь водой, так не так жарко стоять. Опа! Соборимай. Баригап. Все. Поехали снорклиться. Вот такая вот у нас сегодня конструкция. Для того, чтобы поснимать красивые подводные съемки. Как ты теперь будешь камеру, в смысле, эту маску одевать? Это только большой вопрос. Я как заплёпанно. Тебе надо теперь помыть ее каким-то образом. Что видели? Нет, я видел. Нурена, триггер и маленький осьминог. Осьминог я не видел. Ты, может, перепутал осьминог с этим, со звездой? Нет, ну что, ну, дядь, я бы раздавился после сирача. Я уже в курсе, мне уже объяснили все вот эти вот показания, понимаешь? Какая рыба что означает? Ну, чувак, как ты пальцами там закрепился здесь? Похоже, чем ты с ним. Так вот, я вот хотел сказать, что ты сними эту штучку, проверим. Ваня с чемоданом ходит, как будто решил заселиться сюда. Они этого и боятся. Я когда подхожу, они ухватят. Готовятся к тому, что я заселяться буду. Может, как-то ножки что-нибудь это. Ты уже вот вытер. А вот этот, что это, какой? Сейм-сейм. Сейм-сейм какой? А, это без кондиционера, который. Да, ага. Ну, что, они даже выглядят прикольно. Очень здорово даже. Так что, короче говоря, на выбор. Нет, не так. Короче говоря, на любой вкус. Выбирайте. Выбирайте слово не надо, я посмотрю. Мы решили еще разок поднять коптер в воздух. Попробуем сейчас это сделать со смотровой площадки. Говорят, виды отсюда красивые. Хотя, какой нахрен коптер же поднимаем? Каких чертов виды? Почему именно отсюда? Все, полетели тогда туда сразу? Сначала. С самое начало этой бухты. Можно так назвать. Я как настоящий режиссер, кстати. Получается. Я же не вижу, что происходит. Я вижу только картинку непосредственно здесь. Опускайся вниз как можно... Ну, там эти мальчики уже. Я вижу, да, все, согласен, согласен. Нет, куда. Согласен. Что, до берега и у берега вверх я укажу? Да, я тебе скажу, да, когда. Только выровняй, смотри, пляж не ровно посередине. Выровняй коптер, ты сейчас будешь криво лететь. Ты скорость можешь мы регулировать или нет? Ну, это максимум. Это максимум, хорошо. Мы хотели снять второй пляж с высоты птичьего полета. Но коптер почему-то перестал принимать сигнал. Мы его чуть не потеряли, поэтому пришлось его вернуть обратно. Неужели придется пешком идти туда? Это наш коптер! Роботы в городе. Чего-то я пока не уверен в этом. В тумбочке. Что, стыкотно? Ну, есть что-то такое. О, вот это спасение. Представляете? Ничего себе. Чего-сего. Дорогая здесь водичка, между прочим. Смотри, что мы тебе купили. Обалдень. Бери, бери, что, троих же. Бабочек здесь куча, короче, для тех, кто не видит. Надо погромче идти, если вдруг какая-то живность, чтобы она убегала. Мы решили все-таки сходить на противоположный пляж. Раз сигнал с коптера не добивает до туда, будем запускать его там же. Посмотрим, что из этого выйдет. А Ваня опять идет заселяться, судя по всему. С чемоданом. То есть ты хочешь сказать, что мы не знаем, куда идти. Вот сюда, смотри, спуск есть, а вон там пляж. Все правильно, а та дорога была не на пляж. Тут, блин, все заброшено. Сейчас главное, кстати, не упасть, потому что, судя по всему, здесь какие-то дырки. А тут мы не пройдем, здесь некуда. Вот. А, вот. Спокойно. Красота, между прочим, кстати. Да, я сделаю красивый кадр. Циц. Тихо, пацаны, сейчас, секунду. Пропанорамируем. Опять же, у меня там битка, заебись. А вот они не купаются, там по пояс. Ну что? А подальше... Здесь мелко? Идешь, там кораллы. Мелко, да. Ну хотя сейчас... Да, отлив, кстати, серьезный. Так само отсюда, стенечка будем запускать или как? Ну что, попытка номер три? Здесь, кстати, офигенный широкий пляж, но учитывая отлив, конечно. Ну, блин, так круто выглядит. Моща такая, огромная. Да? Да. Офигенно. Вот. Офигенно. Это я убиваю. Человек еще с фотоаппаратом и с телефоном. Как ты умудряешься так вот, чтобы и то, и то успевать? Инстаграмм все сразу. Реально... Было бы несколько рук, было бы проще, да? Ну, да. Реал ТВ. Пхукет. А, еще бы видео было. Вообще было бы здорово. Не, 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 не поднимайся, не надо. 3,6, нормально. Стоп, разморачивайся. Стоп, стоп, стоп. Ты нервничал? Изи. Какая-то заброшенная лодка. Вернее, выброшенная на берег. Я так подозреваю, что если туда идти, там, наверное, будет нагрето очень жарковато. Мы там такое видели, такое видели. Там такая лодка, такая лодка. Мы, это, пошли на тот пляж, посидим там хоть отдохнем. А у нас... А, к нам идти там 20 минут останется. Так вот, пошли. Как я вот не люблю в Таиланде лазить по горам. И так жарко, и так весь потный. А тут еще и так напрягаться. Слушай, столько подсобных всяких помещений. Ага, окей. Ага. На юг, на юг. Все бабочки на юг. А что-то не видно бабочек, кстати. Мы, наверное, распугали, наверное, куда шли. Не, не, они ниже были. Бабочки. Бабочки. Вы где? Нету бабочек. А, нет, пролетели. Давай, давай, давай. Какие вы нудные, блин. Опа. Черт, чуть не соскользнул. Нифига себе. Кто-нибудь остается здесь, тенечки? Время еще 25 минут. Пока? Да, полчаса, считай. Даже больше. Да, да, 35 минут. Они тут тенечек-то несут. Вот здесь тенечек. Только на этой помойке. Ну и что? Надо пойти акупаться, короче. Да. А что сразу все замолчали? Что замолчал? Что морды спалим, я тебе говорю, вообще на водичке. Стыдно? Как на стволу? Вот так вот у нас проходит рабочий день. Заседание, это брифинг у нас сейчас. Все рабочее совещание. Да, рабочее совещание, технический день. Да, директор вот у нас здесь находится. Все на местах, все в наличии. Я считаю, что море здесь, здесь. Проверено, да. Яхта. Яхта в наличии. Транспорт, вода. Как вы? Большой дядька тут, понимаешь, прыгает. Все, мы, собственно говоря, приехали на берег. Сейчас ищем ключи от большого байка, которые мы где-то потеряли. Ну, не будем обобщать не мы, а Женя. Ну, а не уследил кто? Да, Ваня. Ваня. Соответственно, конечно, вот. Не я же. Не надо все на меня валить. Я фотографировал, у меня была задача. Все, короче, садимся по машинам и домой. А Ваня сзади идет. А где он, кстати? Заселяется. Симодан опять заселяется куда-то, да. Ну и где они могут быть? Ну, где-то на острове. Проебаны. Конечно, да. Оставлены. Вот так вот. От большого байка тоже можно потерять ключи. Так, ладно. Еще тогда мне нужен мастер, да? Который мне сейчас все это дело заведет. Как погрузить, скажите, я сейчас потом перебазарю. Хорошо. Пошли тогда грузиться. А Женя будет искать того, кто сможет завести ему байк без ключей. Ну и что говорят? Ну все, сейчас предушвы таяц со своим ключом, который заводит любой байк. Поэтому стоит немножко подождать. Но это не тот таяц. Это просто таяц. Он пытается завести мой байк ключом от клика. О, да. От своего мотика что-либо? Да, от клика. И что так можно? Не знаю. Не думаю. Так, я думаю, мы должны перейти к ключевым человеком. Окей. Он придет. Ему же много-то не надо. И что, 280 выжимал? Да. Ну и как в корабе ехать, там уже взлетная полоса хорошая. А, да, там, да. Там все равно после 200 уже там. Нет? На чем? На нем? Нет. На машине я подходил. 200. 200 она уже как на ложку. Чем быстрее, тем он как вкопанный идет. Главное, чтобы какой-нибудь таяц не выслушал. Максимально показывает 180 миль в час? Там стрелка километрожая есть. Это 30-20 километров. 180 миль написано. Ну, 30-20 километров. Ладно, мы тогда это, поедем, ждать тогда не будем. Да, давай. Нам пора. Нам не будет езди. А, он еще и занят. Можешь я закинуть? Можешь все-таки толкать? Нет, он залоченный. А, он залоченный. So, you can lead the bag here for... Куда придется оставить? Все, тогда давай мы тебя закинем куда-нибудь. Да, сейчас решим. Такие бывают легкие недоразумения с байком. Давай на связи. То есть, я так понял, сосать до начинки. Ключа второго нет. Ну, вот, да, значит, правильно. Я просто подожду до завтра. Завтра приедет утром умелые ручки. И все мне там сделает. В Таиланде самое главное правильно расслабиться. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.